Вы давно просили, и я достал. Промо-код FLICKER10 даст вам скидку в 10 американских баксов, а это почти 800 рублей, при заказе на сумму более 29 долларов. На heka.com кроме смартфонов есть еще куча других прикольных и крутых вещей. Блютуз-наушники, фитнес-браслеты, часы, планшеты, ноутбуки, игрушки, электросамокаты, дроны, гаджеты для умного дома и дофига другого. Так что, народ, не откладывайте в долгий ящик и ознакомьтесь с ассортиментом по ссылке в описании. Помимо этого, у вас также ждет топ самых продаваемых гаджетов по низкому прайсу. Отдельная ссылочка тоже припаркована внизу. Ну а мы переходим к распаковке. Аппарат пришел вот в такой карабенции. Внутри, помимо смарта, инструкция почти на всех языках, в том числе и на русском, прикольный чехол под дизайн самого телефона, кабель USB Type-C на Type-A, блок зарядки на 65 Вт, который зарядит смартфон от 0 до 100% за 45 минут. Проверял и офигевал. Ну и скрепка для извлечения сим-лотка. Слота расширения под microSD нет, только две симки. Что лично меня сразу впечатлило, так это его компактность и то, как он лежит в руке. Диагональ дисплея составляет 6,43 дюйма. Тут у нас Super AMOLED и 120, мать его, герц. Модель, попавшая ко мне на тест, имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной, чего вполне хватит требовательному мобильному геймеру. Я давно хотел глянуть оболочку Realme, которая называется Realme UI. И да, она имеет сходство с ColorOS, но вторая как-то мне больше зашла стандартными иконками, но это на вкус и цвет. Настроить размер и форму иконок здесь также можно, как и у Oppo. Помимо этого, можно еще выбрать анимацию разблокировки пальцем. Тут сканер находится под экраном и достаточно быстро срабатывает. По сборке нареканий нет. Блок камеры не так жестко выпирает, как у современных флагманов. Ну а что касаемо дизайна, он на любителя. Лично мне нравится то, что он не похож на кучу других однотипных андроидов. За это жирный плюс. И тут я хочу показать вам, как смартфон справляется с видео и фото. Как обычно, тест фото днем. И ночью. А теперь видео. Итак, сверхширокоугольный модуль. Запись 1080. Стабилизации здесь нет. Во время того, когда включаем стабилизацию, сильно кропается картинка. Вот. И детализация, конечно, падает. Итак, смарт может снимать в 4К. Но есть такая небольшая задержка. И съемка идет только на основной модуль. На сверхширокоугольный она отсутствует. На самом экране есть задержка. То есть, если я, допустим, поворачиваю направо, он слегка имеет задержку. Если я резко переведем, тоже задержка имеется. Но так, в целом, будет видно качество только, когда я перекину на комп. И там мы посмотрим. На самом же смарте картинка хорошая. А теперь у нас фронтальная камера. Здесь, конечно, он все собакой засвечивает. Ну-ка, ну, давайте. Нет, все равно он, короче, экспозицию меняет. И очень все засвечено становится. Ну, как бы, главное, что мое лицо видно нормально. Руки, конечно, мерзнут. Но фронтальная камера хорошая. Надо будет, конечно же, все это перекинуть на ПК. И посмотреть, как там выглядит все. 4К на фронталку он не снимает. Только 1080. Скорее всего, 30 кадров. В 60, я думаю, что нету. Также, кстати, на фронталку есть стабилизация. Но она, скорее всего, цифровая. Вот. Слегка тоже кропается картинка. Возможно, кстати, переводится в 720, не 1080. Это я потом посмотрю уже непосредственно на компе. Но можете оценить, насколько плавная картинка. Давайте мы вот так вот повернем быстренько. В принципе, норм. То есть, для влогов таких дневных аппарат можно рассматривать. Так. Все, мы дошли. Так. Теперь мы рассмотрим уже рукоугольный модуль. Посмотрим, как он справляется. Конечно же, тряска имеется. И, опять же, напомню, что стабилизация имеется только на основном типа модуле. Плюс кроп. Нормальный. Ну, вообще, все это будет более-менее нормально видно именно на компе. Потому что сейчас в телефоне и в таких условиях, когда у тебя руки просто замерзают, аппарат, кстати, не реагирует на нажатие в перчатках. То есть, никак вообще не получается. Поэтому приходится морозить ручки свои. Так. А теперь я уже в 4К. Основная камера. 30 кадров, к сожалению. Но, возможно, этого качества будет достаточно для того, чтобы установить какое-нибудь приложение. Чтобы отстроить ISO и все другие характеристики. И снимать прям такие блоги со своим фейсом. Выстроить, выставить, блин. Кстати, вот, вот это. Сели ветер. Без. Вот. Как вообще его захватывает микрофон. Так вот, мне кажется, что в 4К можно добротные блоги такие снимать, где автор как бы рассказывает что-то на камеру при нормальном таком освещении. И, в принципе, камера не нужна. Сейчас многие со смартфонов... Простите. Сейчас многие со смартфонов уже снимают блоги, влоги и многое другое. Итак, 4К, 30 кадров. Основной модер камеры. Иду достаточно быстро и снимаю с двух рук. Правая без перчатки офигевает просто. Ну, а левая нормально. Итак, достаточно темное место сейчас. Это уже фронтальная камера. Что-то странно, фонари не включили. 10, 80, 30 кадров. 60 кадров нету. Стабилизации, мне кажется, тоже никакой нету. И лицо сейчас мое никак не подсвечено. Вот сейчас только появляются фонари. И уже что-то хотя бы, по крайней мере, видно становится. Собаки. Вот. Здесь у нас уже есть пара фонарей. И, как видите, камера сразу захватывает этот свет. И рука у меня офигевает. Поэтому на рот я сворачиваю эту шарманку. Так, видео на сверхширокоугольный модуль. 10, 80, 30 кадров. К сожалению. Но, по крайней мере, более-менее плавно. Вот давайте я в одну руку возьму. Посмотрим. Как будто бы какая-то цифровая стабилизация имеется здесь. Очень любопытно. А вот сейчас именно со стабилизацией. Скорее всего, она цифровая. И немного есть запоздание в самой камере. То есть я налево поворачиваю, а сам смартфон не поворачивает вместе с моими руками. Также у нас на фронтальной камере тоже есть возможность стабилизировать кадр. Ох, у меня руки, наверное, отвалятся. Реально на улице мороз какой-то пахнул. Так, все, у меня рука, короче, кончилась. Я сейчас ездим на левой руке. И вот, смотрим, максимально красный нос мой. Кстати, вот он как-то слабо стабилизируется. Очень странно. Но камера нормуль, нормуль. То есть он стоит аппарат 28 где-то тысяч. Около тридцатки, потому что у меня модель 8256. Они подороже идут. Минималка, по-моему, 6128. Но, как бы, камера, я думаю, там точно такая же. И что странно, у смартфона периодически, может быть, это из мороза связано, экран, короче, тускнеет. Вот, может быть, это автояркость так фигово настроена и с обновлениями это все поправит. Ну, хз, вот у меня так как-то. Звук. Здесь у нас, увы, нет стерео, но динамик звучит громко и хорошо. Через камеру тяжело это будет оценить, но вот небольшой отрывок в сравнении с Poco F2 Pro. У Poco тоже один динамик. Продолжение следует... Хочу отметить, что это не бюджетное звучание. Ну, а сейчас то, что вы ждали. Игровой тест. На момент съемки ролика мне удалось потестить китайский Valorant Hyperfront. Настройки поставил на ультра, кроме частоты кадров. Они были доступны лишь на высоких. И за 15 минут игры никаких тормозов. Все плавно и четко. NetEase давно уже научились в оптимизации, но предполагают, что для более продолжительной игры лучше графику снизить, дабы не нагружать сильно чип. Хоть он, прошу заметить, не такой уж и горячий. В отличие от современных флагманов. Genshin Impact, как всегда, жестко нагревает смарт, но вот диких просадок за 30 минут игры не было выявлено. Они появляются позже, спустя час и более. И это нормально в случае с Genshin. Тест проводил на холодную. Графику выставил на максималку и игралось комфортно. Кадры в битвах бывало проседали, но не критично. За полчаса игры Realme GT Master Edition разрядился со 100% до 88. И где-то 4 с лишним часа погружения в мир он должен обеспечить. Только вот поиграть эти 4 часа без боли вы не сможете, так как экран будет горячим. Вообще, чип Snapdragon 778G достаточно любопытный, так как у него графический ускоритель очень напоминает флагманский 855-й дракон, но с меньшей частотой. В 855-м GPU установлена Adreno 640 с частотой 585 МГц, а в 778G Adreno 642L и частотой 490 МГц. То есть как бы по цифрам он должен быть чуть мощнее, чем в 640-й. Хотя аппарат справляется с множеством игр на ура. Как пример возьмем PUBG New State. Установки графики максимальные, и все же картинка в игре до сих пор выглядит на уровне бетки. Кто не видел мое сравнение королевских битв, добро пожаловать к просмотру. Там я показал, почему все так плохо в сравнении с колдой и обычным PUBG. Графический интерфейс выбрал Vulkan, так как игра пишет, что он самый современный и обеспечит более высокую производительность. Греется смарт не так сильно, как после Геншина. Спустя 30 минут игры он становится теплым, и дискомфорта не возникает в игре. Заряд за полчаса упал с 83% до 72%, что я считаю неплохо. Если же снизить настройки до низких, то нагреваться аппарат будет не так быстро. И в битвах вы сможете провести больше времени без просадки кадров. Да, далее переходим в мою любимую League of Legends Wild Drift. И тут у нас все отлично, а по-другому и не могло быть. Это ведь Riot Games. Максимальные настройки аппарат вывозит, но вот поддержки 90 и 120 FPS нет. Возможно, завезут в будущем. 60 кадров держит стабильно, сильного нагрева нет. Не задерживаемся и переходим в Marvel Future Revolution. Тут Realme поддерживает максимальные установки и справляется с игрой хорошо. Но вот 60 FPS все-таки не ощущается. Может быть, разработчики еще просто не завезли их для этого чипа. В Call of Duty Mobile тоже все с оптимизацией замечательно. Настройки графики на очень высоких. Фреймрейт максимальный. Играется плавно, незначительные фризы присутствуют, но проскальзывают очень редко. Для колды смарт подходит. В PUBG от Tencent ультраграфон не поддерживается, только максимальный. Частота кадров ультра. Катки проходят без тормозов. Тут как бы разрабы уже слона съели на оптимизации. Поэтому все гуд. А вот где все грустно, так это в девятом асфальте. Тут, я полагаю, снова геймлофты отличились. Видимо, о существовании чипа 778G они не знают. Поэтому зачем оптимизировать? И так сойдет! К примеру, когда мне на руки попал iPhone 13 Pro Max, большинство разработчиков в кратчайшие сроки выпустили обновы с оптимизацией под устройство. Геймлофтам же понадобилось почти два месяца, чтобы добавить 60 фпс в игру на новых айфонах. Что же касаемо Realme GT Master Edition, то игра тут выглядит четко. Но вот о плавности она вообще не слышала. Тут даже стабильных 30 кадров нет. Все постоянно подтормаживает, подвисает. Короче, это единственное, что меня расстроило. Но виноват тут не смартфон, а разработчики, положившие на оптимизацию. Кто смотрит этот ролик в будущем и имеет данное устройство, отпишите, изменилась ли ситуация в игре. Что по итогу? Realme GT Master Edition хороший компактный игровой девайс, который отлично тянет большинство требовательных игр, кроме нетребовательного асфальта. Да, для любителей этого произведения искусства, от сами знаете кого, аппарат я бы не рассматривал, до тех пор, пока GL не завезут оптимизацию. А для всего остального, перечисленного в данном тесте, смарт подойдет. Конечно, если вам нужен компактный аппарат для игр, а не лопата. Лично мне, повторюсь, понравилось то, как он лежит в руке и как работает оболочка. Но опа как-то роднее что ли. Тупо из-за вот этих иконок. А, кстати, NFC тут есть. Разговорный динамик громкий и в плане связи проблем не замечено. Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч и на день обычного использования его хватит. А вот если вы будете играть в требовательные игры, то думаю, что 5-6 часов беспрерывного гейминга он вам обеспечит. Цена этой модели 8256 составляет 375 баксов. Это без учета моего промокода FLICKER10. Ссылку на данный смарт вы найдете в описании под видео. И если обзор и игровой тест зашел, подарите ролику свой царский лайк. А на этом у меня все. С вами был FLICKER, мобильный геймер. Всем пока. Время проверить твой гаджет. Насколько он крут, насколько он тянет. Лучшие игры на мобильных девайсах. Не извергает ли пламя после часа игры. Начнет ли он тормозить. Схватит ли мощности оперативы, чтобы все игры без лагов пошли. Ведь это настоящий геймтест. Настоящий геймтест. Настоящий геймтест. Настоящий геймтест.